Один из главных выводов, который на самом деле нужно было бы озвучить всем телеканалам и так далее, который прошел после прошедшего Евровидения. Ну как мы слышим, что главный вывод это то, что наши вот эти вот две сестры и близняшки пели очень хорошо, так прям супер пели, песня такая была классная вообще, да здравствует, да здравствует. А вот у всех остальных такая была фигня, муть, а в конечном счете победил пидористический угар в лице Кончиты, так сказать, Сосиски. Кончита Сосиска на меня произвел впечатление, конечно, ну, мягко говоря, так сказать, ну, блеотное, но неважно. С точки зрения музыки, конечно, с точки зрения музыки, та музыка, которую этот чувак, ну, спел, как бы та песня, она в принципе красивая, но голоса у него нету, и такого, так сказать, прям офигенского, как говорится. Вот второй раз я его слушать не хочу. Я вспоминаю позапрошлое Евровидение, когда победила девочка из Швеции, по-моему, я сейчас не вспомню, но песня называлась «Эйфория». Вот эту песню мне до сих пор иногда приятно и посмотреть, как это было исполнено, и послушать. Прошлую немецкую певицу, которая там пела что-то еще, мне уже, ну, вот, неинтересно абсолютно слушать. Вот, и этого Кончиту, Дрочиту тоже совсем неприятно и неинтересно слушать. Да и наших этих девочек, киркоровских, тоже музыку их, так сказать, и песню это совершенно неинтересно слушать. Ну, единственное, кто там не понравился, это чувак с девушкой со светленькой, играли профессионально на гитаре, такой, как бы, ну, рок-н-рольный, мягкий, такую-то вот мягкую музыку вдвоем. Он в кепке здесь с гитарой, а девушка, значит, просто пела. Вот эту музыку я еще, как бы, так приемлю для собственного прослушивания. А все остальное было барахло, неинтересно, и, так сказать, и все эти оценки, они сделаны, конечно, по корпоративному принципу. Вот, спел красиво, конечно, чувак из этой самой Черногории, высокий такой, бич такой, так сказать, он прекрасно спел. Вот, ну, у нас в России, значит, почему-то, ну, не почему-то, понятно почему, сделали главной новостью Евровидения, это вот победу Танцвестита. И то, что Европа подошла к самому краю, когда уже Танцвеститы делают победителем, не потому, что он спел что-то, или не потому, что песня была хорошая, а потому, что просто Танцвестит, потому что надо убажить гей-сообщество, которое такое влиятельное, такое важное, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, до чего докатилась Европа, и вот, так сказать, нахера нам это российское участие в этом садомистском балу, празднике. Ну, я не исключаю, что в этом году или в следующем году будет объявлен новый конкурс на Азиавидение, в котором Россия будет тоже главным, так сказать, зачинщиком этого события, вот, в котором будут принимать части азиатские исполнители. Вот тогда Россия будет отрываться, там, на фоне китайских, корейских, японских исполнителей, которые будут петь там песню, я, 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 такого плана, а русские будут, да, будут побеждать всегда, я думаю. Вот так, к сожалению, тяжеловато, но хотя надо отметить, что Плющенко в том номере, когда они с кем-то, с Биланом, по-моему, изображали, когда Плющенко танцует, а этот поет, и кто там был, может, не Билан, даже, по-моему, Билан. Вот, я хочу сказать, что мы, в принципе, являемся законодательными моды, ибо сегодня мы видим, что многие перешли именно в такой образ, так сказать, когда певец и на фоне какие-то там двигающиеся активные фигурки, человечки, так сказать, что-то такое делающие. Это было и у Украины, и, ну, короче, практически у всех это было. То есть мы в этом плане законодатели моды. Это интересное событие, безусловно. Поэтому это тоже надо было бы отметить, что Россия является той страной и тем, так сказать, представителем, на которого в Европе очень-очень даже ориентируется. Это, я считаю, победа. Вот это победа. То, что Кончита победил, это все смешно. Вот, но главное политическое, как политическое событие, политический вывод после всего этого, мне кажется, это то, что Украина, Россия не дала ни одного балла. И Россия не дала Украине ни одного балла. А если мы вспомним все предыдущие Евровидения, то, так сказать, целование в засос между Россией и Украиной по 12, по 10 баллов максимально бы удавали друг друга. И Белоруссия, и Армения, и Азербайджан, вот так прям лобызались. Мы видим, что из этого, так сказать, транснационального, интернационального лобызания, мы уже видим, что Украина выбыла. Выбыла. И похоже на все. Да. И это самый главный вывод. А не Кончита. Ага.